Сегодня в выпуске. В Башкирии в 2020 году на капремонт школы и детских садов потратят почти миллиард рублей. Почему уфимские родители отказываются дарить детям сладкие подарки на Новый год? Из князи в грязи. Сербский актер Милош Бикович приехал в Уфу на премьеру фильма «Холоп». В Уфе прошел последний оборчас в этом году. На нем говорили о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте школы и детских садов. Заседание шло своим чередом, пока Ради Хабиров не обратил внимания на чиновников, которые не вышли на видеоконференц-связь с главой Башкирии. Там пустые стулья стоят. Значит, немедленно мне доложите, значит, на оперативку главе не хотят приходить, да? Почему пустые стулья стоят? Архангельский район, где глава или кто там его представитель? Значит, разбирайтесь, давайте. И в течение 10 минут, чтобы все на местах были. Заинтые, что ли, там больно стали все? Как строгий учитель, отчитав про винившихся, Хабиров продолжил заслушивать доклады. Министр образования Башкирии рассказал о построенных в республике школах и детских садах. По его словам, регион никогда столько новых образовательных учреждений не возводил. 22 детских сада на 4 тысячи с лишним мест. В 2019 году, кроме того, 21 школа на 7,5 тысяч мест. На следующий год в республике появятся еще 22 садика, а в течение двух лет возведут 12 школ. Хабиров поинтересовался, будут ли в детских садах бассейны, на что получил отрицательный ответ. Начиная с 2021-2022 года, внесите предложение. Не надо каждый второй садик делать с бассейном, но какие-то должны быть. Кроме строительства новых зданий, говорили и о создании комфортных условий обучения. На эти цели в уходящем году потратили 953 миллиона рублей. На столь внушительную сумму отремонтировали и улучшили материально-техническую базу 105 школ, оборудовали теплые туалеты и стоматологические кабинеты. В 2020 году к этим вопросам подойдут уже комплексно. Мы предлагаем собрать воедино все потребности, такие как капитальный ремонт образовательных организаций, благоустройство дошкольных и школьных двориков, модернизацию школьных пищеблоков. И усовершенствовать детский сад или школу целиком, а не по частям. На выходе мы, по сути, получим полностью обновленную образовательную организацию. Таким образом, общая сумма финансирования капремонта составит в 2020 году более 980 миллионов рублей. Министр образования признался, что этой суммы все равно не хватит на новый комплексный подход, в частности на пищеблоки и благоустройство. В свою очередь, Ради Хабир впручил перераспределить выделенные деньги и добавить к ним еще 50-70 миллионов рублей. Вы покажите мне в следующем году, в сентябре, вот как вы эти деньги реализуете, чтобы я приехал в какой-то район, где вы школу взяли, вот как вы говорите комплексный, чтобы я посмотрел школу она после капремонта, пищеблок, понятно, и двор. Министр образования обещал, что с новым комплексным подходом как минимум на 20 лет можно будет забыть о протекающих крышах, продувающих окнах и других проблемах. Рустам Нурешев, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. Пять лет назад семья Габитовых отказалась от сладкого. По словам мамы, ценность конфет у детей в семье упала. Но если дома придерживаться правил оказалось просто, то в детском саду двух мальчишек ждали мешки новогодних подарков со сладостями. К счастью, я не удалось найти компромисс с другими родителями, и теперь в старшей группе дарят развивающие игры. У нас будут вот такие вот мозаики, шаблончики, куда выкладываются бусинки по цветам с помощью пинцета. Это развивает мелкую моторику ребенка, подхват. Потом, брызгивая водой, мы получаем вот такие вот брелочки. То есть это не одноразовый подарок, это такая приятная память, которую можно будет прицепить на курточку, например. Некоторые родители все же убеждены, что детей нельзя лишать сладкого счастья. Поэтому в ясельной группе, куда ходит младший сын Яны, пока шоколадные презенты остались. Хотя уже в гораздо меньшем количестве. Часть подарка заменили фруктами. Сладкий подарок на Новый год – это стереотип такой. И когда мы отходим от стереотипа, в любом случае, да, нам что-то нужно менять в себе, и мы этого не хотим. И когда мы потихоньку впускаем новые правила в нашу жизнь, мы видим какие-то изменения только спустя время, не сразу. Отказываются от сладких подарков сейчас многие продвинутые родители. Это становится своеобразным трендом. Известный уфимский врач, блогер Регина Доктор вместе с детским нейропсихологом Валентиной Паевской запустили флешмоб под хэштегом «Без сладких подарков». Они призывают взрослых бороться с неправильными традициями и формировать новые. Удар по незрелой поджелудочной железе после новогодних каникул дебюты сахарного диабета, инсулинорезистентность у детей, ожирение, бесконечные ОРВИ до весны. Любой педагог расскажет, как сложно собрать ребенка после каникул. И дело не только в отсутствии режима. Дело в питании. Вот что пишет Регина Доктор в своем микроблоге. Главный гастроэнтеролог Башкирии Эльмира Кагарманова идею отказа от сладких подарков тоже поддерживает. Врач рассказала, насколько серьезными могут быть последствия употребления сахара для ребенка. На здоровье отражается очень плохо, потому что на каждую дозу сладости наша поджелудочная железа должна выделить дозу инсулина. Один раз выделит, второй раз выделит, третий раз, пятый и сбой произойдет. А потом удивляемся, откуда взялся сахарный диабет, откуда взялась лишняя масса тела, откуда появилась болезнь. Можно вырастить ребенка так, что он к своим 30 годам придет во взрослом состоянии, как здоровый человек. И в то же время мы можем получить глубоко больного ребенка, и он может во взрослое состояние перейти, имея хроническое заболевание. Если вы все-таки решили купить сладкий новогодний подарок, то выбирайте качественный продукт. Затем, чтобы сладости соответствовали требованиям ГОСТа, следят Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии Башкирии. Сначала рандомно отбирают на торговых точках коробки с подарками, потом отправляют их на экспертизу. Оценивается микробиология, жирно-кислотный состав, наличие красителей, ароматизаторов и пестицидов. Но особое внимание в этом году уделяют трансжирам, которые производители так любят использовать в составе сладостей. Приведу пример. Головной мозг состоит почти около 60% из жира. Что делает сломанная молекула химическим процессом растительного жира? Она не дает обменным процессам работать правильно, она вытесняет здоровый жир. Тем самым ребенок, недополучая хороших жиров, ведет и к нарушению, и к обменным процессам, и к увеличению опасности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумию и развитию сниженного интеллекта. Потребитель должен знать, что такие продукты, как заменители какао-масла, улучшители какао-масла, применение маргаринов, это все ведет к тому, что при употреблении, излишнем употреблении этой продукции, мы увеличиваем опасность для своего организма, потребляя трансжиры. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии также просят у финцев обращать внимание на калорийность, срок годности, целостность упаковки и место, где приобретается подарок. При возникновении жалоб на качество обращайтесь в Роспотребнадзор либо в консультационный центр Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан. На оперативном совещании в администрации города мэр Уфы Ульфат Мустафин был награжден медалью и благодарственным письмом от ракетных войск стратегического назначения. Решением военного комиссара, комиссариата республики совместным и комитета ветеранов ракетных войск стратегического назначения юбилейной медалью «60 лет РВСН» и благодарственным письмом награжден глава городского округа города Уфа Мустафин Уфат Масарович. Напомним, 17 декабря исполнилось 60 лет со дня создания ракетных войск стратегического назначения. В свое время глава Уфимской администрации проходил службу в составе воинских частей, а сейчас продолжают заботиться о ветеранах. Зима, Швейцария, хоккей. В Давосе впервые сыграли зеленое дерби. Салват Юлаев против казанского Акбарса. Заснеженные Альпы заклятые друзья привезли с собой группы поддержки из Башкирии и Татарстана. Казанский Акбарс! Игра состоялась в Вайланд-арене под деревянной крышей. Однако игрокам было не до красот архитектуры. Акбарс первым открыл счет, но уже через минуту Умарки его сравнял. А Кугарша вывел Юлаевца вперед. 2-1. Акбарс с таким раскладом не согласился. Усилиями Тихонова и Ярулина казанцы переломили ход игры. Теперь уже Салавату Юлаеву нужно было отыгрываться. Уфимцы с этой задачей справились. Эдуард Гематов сравнял счет, а в овертайме победу Уфе принес Филипп Ларсон. Игра Уфимцев любила в себя местных болельщиков. И фан-клуб Салавата пополнился новыми членами. Шикарный матч от ножа. Команды две бились до последнего. И спасибо фанатам, которые пришли. Подбодрили и одну, вторую команду. Все было на высшем уровне. Побольше бы таких матчей, конечно. Надо бы квалифицировать. Хоккей, наш КХЛ по всей Европе. У нас есть европейские команды. Было бы больше, было бы интереснее. Победа над Акбарсом прервала трехматчевую серию Салавата Юлаева из поражений. Теперь Уфимский клуб занимает пятое место восточной конференции, имея на своем счету 47 очков. Ребята, в первую очередь молодчики с победой. Красавцы. Хорошее окончание года. С хорошим настроением. Сейчас, ребята, отдохнуть, восстановиться. И начать Новый год уже только с побед. Давайте, ребята. После игры с Акбарсом Салават Юлаев останется в Давосе. Здесь Уфимский клуб сыграет на Кубке Шпенглера. После этого турнира хоккеисты уйдут на короткий отпуск. Андрей Шарыгин, городской телеканал ЮТВ. Зимой его взяли на Арбате с неизвестным веществом растительного происхождения. В апреле два ресторана разгонили. А сейчас... Что такие? А? Где ваши смартфоны? Где самолеты? Машины? Гришу не волнует ничего, кроме себя самого и денег. Но однажды он попадает в аварию, очнувшись после которой понимает, что оказался в 19 веке. Так начинается завязка фильма «Холоп». В Уфу его приехал представить исполнитель главной роли актера из Сербии Милош Бикович. Встреча со зрителями прошла в кинотеатре «Киномакс». То есть помимо того, что у нас это получилась, я надеюсь, забавная комедия, смешная, и получилось еще и теплое кино про отца и сына, и еще получилось кино, которое молодому поколению еще и вот эти ценности мажорские искажет. То есть покажет в свете, который эти ценности заслуживает. Просто немножко поставит на пьедестал насмешки. Вот, поэтому я считаю, что это кино, оно не просто смешное, но еще и полезное. Мы делаем великое дело. Мы не просто хотим твоего сына вернуть. По сути, мы создаем нового человека. Помогите! На самом деле все оказывается постановкой. Над Гришей проводится психологический эксперимент, который придумал его отец вместе с другом-психологом, в надежде на то, что сын изменится. На протяжении всего фильма герой Милоша Биковича окружают актеры, а каждый его шаг снимают камеры. Сюжет картины отчасти напоминает шоу Трумэна, что также заметил сербский актер. Да, да, немножко напоминает на шоу Трумэна. Но знаете, придумать что-то оригинальное – это невозможно. Потому что все уже сказано. Как говорят, писать после Шекспира и Достоевского – это бессмысленно. Но можно быть искренним. Тогда это будет качественно. Так что мы искренне создавали это кино, и мы старались сделать его лучше. Я думаю, поэтому оно и получилось. Оно не претендует на то, чтобы оно стало мировым хитом, который войдет в историю искусства. Но тем не менее оно может найти свое место в душе зрителя. Отца Гриши сыграл актер Александр Самойленко. Роль эксцентричного психолога примерил Иван Ахлобыстин. Не забыли и про любовную линию. За внимание главного героя борются две девушки, которых сыграли Ольга Дипцева и Александр Бортич. Ольга – она очень такая светлая, добрая природа, а Саша – она немножко безбашенная. В хорошем смысле. От Саши никогда не знаете, что вы можете ожидать. То ли она вас укусит, то ли помилует. Это трудно предугадать. Я ввел себя как животное. Не надо оскорблять животных. Хорошо, как гриб. Грибы-то можно оскорблять? Изменить свою жизнь к лучшему никогда не поздно, говорит Милош. Но в реальной жизни все происходит по-другому. Только это происходит не так, как в этом фильме. Это, конечно, фантастика. Это рассказ. Но это происходит через жизненные испытания и искушения. Через трудность. Через то, когда человек бьется головой об стену. И вот это уже называется режиссура Бога. Но нам это не совсем... Не всегда и не совсем понятно, как это происходит. Но я в это верю. Все больше актеров из Сербии снимается в русском кино. Начало этому положил как раз Милош Бикович, который снялся у Никиты Михалкова в «Солнечном ударе», в фильме «Дух лес 2», «Лед» и других. Традицию продолжил Милан Майрич, снявшись в фильме «Довлатов». Еще и Милан Радулович сейчас снимается, который снялся в «Балканском рубеже», и который сейчас уже 2-3 проекта у нее появилось. Иван Босличич, который у вас сыграл Казанову, это покажут, мне кажется, на первом канале. Во-первых, русское кино поднимается. Российская культура становится площадкой для развития других культур, как в Нью-Йорке было. Итало-американцы, ирландские американцы, еврейские. И здесь находят возможность для продвижения своей культуры, другие народы, и для развития. И русское общество принимает в себя качество, и таким образом развивается. Я считаю, что это естественный процесс, и таким образом Москва, то есть Россия, становится мировым центром. Фильм «Холоп» в широкий прокат выйдет совсем скоро. Премьера картины назначена на 26 декабря. Дорогие уфинцы, приходите и смотрите фильм «Холоп». Драйвовый хип-хоп, чудеса гибкости и завороженные взгляды зрителей. В Уфе прошел чемпионат по брик-дансу среди детей и подростков. Его провела танцевальная студия «Сенс оф лайф». Возраст участников очень разный, начиная от 5 лет, заканчивая где-то от 13-14 лет, вот примерно такой раз. Сначала у нас прошли детские номинации, это были до 7 лет. Сейчас тут номинации от 8 лет и старше. Участники соревнуются в формате баттла. На сцене две команды напротив друг друга. Танцоры по очереди выходят на середину, и под ритмичный хип-хоп показывают, на что способны. Какая команда пройдет дальше, решает судья. Победители, победившая команда, забирают одного танцора из проигравшей команды. Таким образом, у каждого участника, если даже он попал в не очень сильную команду, есть шанс дойти до первого места. Брейк-данс – это зрелищный современный танец, включающий в себя сложные акробатические и силовые приемы. Он возник в 60-е годы прошлого века в Нью-Йорке и является важной частью хип-хоп-культуры. Брейк-данс – это сплав спорта и искусства. Я стараюсь оценивать именно и побольше творческие элементы, потому что брейк-данс, в первую очередь, это не спорт, это творчество, а в творчестве нету границ. Первое – это музыкальность, сложность, техника, а, естественно, динамика и мелкие такие, собственно, детали. Брейк-данс набирает все большую популярность в России и в мире. Танец уже предварительно включен в программу летних олимпийских игр 2024 года. В Уфе работают более 20 отделений студии брейк-данса «Сенс оф лайф», куда принимают детей от 5 лет. Занятия помогают комплексно развить физическую форму ребенка, утверждают тренеры. Основное – это силовая подготовка. Если хорошая силовая подготовка у человека, соответственно, ему будет легче выполнять какие-то сложные физические упражнения. Также очень важна растяжка, потому что в брейк-дансе все основные силовые элементы делаются за счет махов. Также правильная работа висцебулярного аппарата. Присоединиться к брейк-данс-движению легко. Многие из участников чемпионата занимаются этим танцем всего несколько месяцев. Как впечатления? Круто! Первый раз дошла до финала. Тяжело? Ну, танцуй как можешь. Старайся больше. Как тебе точно в голову вообще этим заниматься? Что тебя от этого привлекает? То, что можно всякие движения делать классные. Я в лагере увидел, как мальчик гелик делал. Захотел тоже. Узнать больше о брейк-дансе в Уфе можно по адресам, указанным на экране. Артем Валитов, Руслан Габидуллин, городской телеканал ЮТВ. Артем Валитов, Руслан Габидуллин, городской телеканал ЮТВ.